Острая дискуссия в городском совете. На пленарном заседании перед народными избранниками прозвучал отчет мэра о проделанной работе. Депутаты от КПРФ его заслушали и задали массу неудобных вопросов, касающихся жизни города. Подробности в следующем сюжете. В отчете омского городоначальника значились несколько аспектов жизни города. Среди них тема городской инфраструктуры, благоустройства муниципальных территорий, дорожного хозяйства, транспорта и образования. Депутат от КПРФ Иван Федин уверяет, сделано было не просто недостаточно, а мало. Количество школ и детских садов, нуждающихся в капремонте, буквально зашкаливает. Реставрация требуется в 64 дошкольных и в 35 средних образовательных учреждениях. Износу давно подверглась и большая часть дорожной техники. Возможно, поэтому остается минимальным процент отремонтированных дорог. Причина столь низкого КПД работы мэрии по благоустройству города всегда одна. Нехватка средств бюджета. Коммунист Иван Федин уверяет, у власти есть возможность пополнения городской казны. Но она к ней все еще не прибегла. Мы абсолютно конструктивно требуем, это и подавляющее большинство, 99% омичей требует вернуть налоги нефтезавода омичам, 40 миллиардов, вернуть налоги полета. Кроме того, расторжение кабального договора с арендодержателем, это полтора миллиарда рублей. Это тоже зарплата бюджетников. Это те же социальные объекты. После отчета мэра депутаты перешли к обсуждению вопросов повестки дня. Коммунисты заострили внимание на рассмотрении пятого пункта, касающегося грядущих выборов. На федеральном уровне принят нормативный акт, согласно которому муниципальные избирательные комиссии должны быть ликвидированы. Проведение выборов городского уровня возлагается либо на участковую, либо на территориальную избирательную комиссию. В нашем городе эту ответственность возьмет на себя Ленинский ТИК. Его членов КПРФ подозревала в фальсификации результатов прошлогодних выборов. Может быть, это все сделано специально, так как Ленинская территориальная комиссия, ну, там самые высокие проценты у Единой России и самый низкий процент у КПРФ. Да. Вот почему, допустим, не центральная территориальная комиссия? Она находится в самом центре Герцена 25. То есть кандидатам по-хорошему удобнее намного ездить туда, нежели чем Ленинский округ. Но решение принято такое. Вот. Конечно, мы руками разводить не будем, охать, ахать. Я еще раз говорю, что мы будем плотно следить по этому вопросу. Следующий вопрос, на котором коммунисты заострили внимание – обсуждение решения по реорганизации муниципального унитарного предприятия города Омска «Банное хозяйство». В ее рамках банный комбинат номер два будет объединен с первым под одним руководством. Власть уверяет, экономически провести реорганизацию выгодно, а бани закрываться не будут. Но руководитель фракции КПРФ в Омском городском совете Михаил Федотов все же видит угрозу перспективы ликвидации помывочных комплексов, а значит и массового сокращения их сотрудников. Это неправильно. Дело в том, что реорганизация, она всегда подразумевает. Вот они все время говорили, что не будем сокращать бани. Будут сокращать бани, я точно уже знаю. Из 16 бань будет после реорганизации будет сокращено 10. Примерно. Вот Дмитрий Александрович Махиня говорил, что никто не потеряет работу. Я в это не верю. Потеряют работу. Потеряют. По словам депутатов от КПРФ, сегодняшняя повестка заседания Омского городского совета включала в себя крайне мало вопросов, которые действительно касаются улучшения жизни горожан. Но коммунисты, несмотря ни на что, продолжат поднимать важные для жителей города темы и работать в интересах простых людей. Яков Сатонкин, Александр Филиппов, Обком ТВ.